Ну что, господа, официальный трейлер Hazard Zone, который нам наконец-таки расскажет и покажет, что же нас ждет в новом режиме, который изначально должен был быть бесплатным, но теперь, по просочившейся информации, он оказывается платный и входит просто в основную покупочную версию Battlefield, поэтому, если вы захотите в это чудо поиграть, вам придется купить Battlefield на любой платформе по цене от 3500 рубасов, если хотите самую такую версию для людей с трудным финансовым положением, если обладаете лишними шекелями, можете докупить там какие-то всякие золотые, платиновые, бриллиантовые версии или любые другие, в зависимости от вашего кошелька, получить дополнительные бонусы за предзаказ, чего я сделать не советую, есть отдельный видос, но смотрим трейлер. В основе свои режим подразумевает захват информации из падающих спутников, которые у нас падают на карту, и мы в составе отряда четырех человек высаживаемся, вот здесь показано падение данного объекта, высаживаемся, прорываемся сквозь толпы ботов, которые сразу сбегаются к месту падения спутника, убиваем ботов, собираем разведданные из спутников, а затем эвакуируемся. Для вас может показаться, что режим что-то напоминает, и вам не кажется. По факту геймплей описывает очень близкий экспириенс, как Ханшоу Даун или даже Тарков, потому что между раундами, деньги, которые вы получите за экстракцию, так сказать, этих элементов разведданных, вы за эти денежки, которые вы получили, можете своего бойца, который у вас из катки в катки переходит, апгрейдить путем покупки дополнительных перков или стволов, апгрейдить стволы и в том числе улучшать их разными способами. Если вы погибнете, вас тиммейт смогут поднять, или если не получилось это сделать, выкупить прямо во время боя. Если же вы не смогли вызвать или первый, или второй вертолет, которые у вас на карте пролетают, ваш боец погибает смертью храбрых, и вам заново придется его качать. Чем дольше у вас стрик из этих побед на бойце, то есть чем выше вы прокачиваете бойца, тем больше скидки вы получаете при покупке новых элементов вооружения. Вот такой незамысловатый режим, платный, который, к сожалению, в ближайшие несколько месяцев, я думаю, умрет. Учитывая то, что геймлуп такой незамысловатый, то есть все, что нам нужно делать, это играть против ботов, ну и, соответственно, против других людей, которые нам будут мешать, но ограничение на количество человек на карте весьма очень серьезное. У нас 24 человека всего лишь на пастгене, на некстгене вроде 32 человека. Есть очень подробная информация, кстати, на официальном сайте Battlefield, можешь там пройти, почитать все аспекты, но в целом я все рассказал. То есть, если играли в Тарков, это прям такой очень упрощенный Тарков, без дополнительных квестов, да, без там дополнительных рейдов каких-то уникальных, без ключ-карт, которые вам позволяют к еще более там хайтер-вуту получать доступ. То есть исключительно экстрактите эти данные и потом за бабло улучшаете своего персонажа. Вот и все, господа. Рассказывать, собственно, не о чем. Больше честно, разочарование определенное присутствует, потому что ожидалось, во всяком случае, большим количеством людей, то, что режим будет бесплатным, но режим платный. Будет ли это, ну, будет ли режим финально платным, покажет время. Потому что есть чувство, что это маркетинговый такой трюк от Electronic Arts. И, возможно, режим будет бесплатный с каким-то очень таким простым условием. Уровня по подписке E-Play он будет бесплатным, или там будет бесплатным через несколько месяцев, или будет бесплатным для, там, пользователей, купившим, там, Battle Pass и изработавшим, там, какую-нибудь валюту, да, условно говоря, и на следующий сезон вы сможете, там, не знаю, что-нибудь другу подарить, какой-нибудь доступ, там, что-нибудь такого плана. То есть есть чувство, что все-таки они сделают его бесплатно. Потому что, в противном случае, это мертворожный режим, который, ну, я не вижу в нем никакого такого, никакой изюминки, которая позволит ему стать противником современным играм сейчас в смежном жанре или в батл-ройале. В общем, надежды от режима, конечно, сильно развалились, потому что, если бы он был бесплатным, и если бы у него еще была бы какая-то дополнительная ветка развития, условно, временный ивент какие-то, дополнительные, там, элементы уникальной кастомизации, которые доступны только в этом режиме, или которые только в этом режиме можно было бы открыть, тогда бы, да, наверное, у него было бы будущее, а так, весьма посредственный и вторичный, если честно, геймплей, который мы уже видели и в Ханте, и в Дивижене, и шо уж там греха таить в Таркове, здесь он сильно проще, чем в этих играх, потому что там он был, ну, прям продуманный, и вокруг него строилась вся механика, да, здесь он просто как дополнительный еще один режим. Ох, ощущения очень такие ме, спорные, поживем, видим, конечно, как он выйдет и будет сыграться на релизе, может быть, там есть какие-то дополнительные такие ух-вау-моменты, которые смогут сделать его интересным и долгоиграющим, но за фул прайс никто не будет покупать 3500, там, минимум, эту игру, а на консолях еще дороже, чтобы поиграть в этот потрясающий режим. Тут, по-моему, для всех все очевидно, и повторяется ситуация с Firestorm, что крайне печально, но жду вас всех в комментариях, там давайте обсудим, может быть, я что-то забыл или не понял, я знаю, что такие эксперты, как вы, всегда смогут показать на зажнавшемуся ютуберу и стримеру, кто прав и в чем он не прав, поэтому давайте обсудим дальше все в комментариях, а если хотите в лицо мне все сказать, вот в эти наглые глаза, добро пожаловать на стрим на тыче. На сегодня все, с вами был G-Maps, конец связи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok